В 2008 году вышел альбом Изекиль 2517 представляет засада крепче стали. У нас уже какие-то гастроли появились, мы стали выступать в клубах. Презентация этого альбома состоялась в Икре. На тот момент была достаточно статусная площадка. Ну че Москва столица? Здравствуй! Держи балтос, дядя Маргастри. Форма не ждет? Ты не стесняйся. Нужен будет лавадос, ты обращайся. По-простому по-человечу я пойму. Жена, семья, доктор, плюс у машины полетел движок. Без этих вот куражки. А это что за грам? Что за таблет? Что за порошок? Постой, слуга закона, с утра болит башка. Я не могу понять, это в столице. Точно в столице? Какого-то суда? Ну, в степи не вижу. Не вижу вор, казино, бутики, высотки. Ах, вон, забор. Наем свастика, что за напасти? Ах, нет, я загружу, без базара. У меня у самого друзей немало. Приходят в гости, пьем чай, закусывают. Но они элементарно и мусорят. Повсюду не пристают к жене. Женят, не берут посуду, не ловят чашки, брошки, плются. И в моей квартире жить не остаются. Мы всегда были далеки от всей околофутбольной движухи. Мы сами из Омска, и у нас никакого околофутбола нет. Авангард чемпион, но около хоккея у нас тоже нет. И когда один из таких парняк сказал мне, молодцы, парни, вы делаете хули-хоп. Я спросил, хули чего? Ну и мы продолжали записывать свои песни. А эти суровые парни стали ходить на наши концерты. Вот честно, этот контингент мне нравился гораздо больше, чем пьяные, обкуренные дети в широких штанах. То есть, когда ты выходишь на сцену с микрофоном, и видишь перед собой эти юные лица, такие ужасные. Ну вот тут стали ходить на наши мероприятия другие ребята, которые стали делать другие жесты руками. Ну вот тут уже веселого мало было. Я помню, Антон очень расстраивался. Да, меня это тогда огорчало, потому что обидно было, люди воспринимают не так нас, наше творчество. Я помню, на одном из концертов в Украине ко мне подошел парень и спросил, а можно мы футбольные зиги покидаем? Не фашистские, не-не-не, футбольные. Я тогда смеялся очень долго. Мы вместе смеялись, потому что представляли себе футбольную зигу. Это та же самая зига, но с мячиком. Подбышка это футбольная. Но слава богу, что это все, не знаю, ушло куда-то и закончилось. Это хорошо. Спасибо за внимание.